привет меня зовут анна я преподаватель онлайн школы номер один мы с вами продолжаем изучать окружающий мир и говорил сегодня про звездное небо по плану урока мы сегодня отвечаем на вопросы почему звезд не видно днем как люди изучают звездное небо а также какие созвездия мы можем увидеть на небе интересно мне тоже давайте побыстрее приступим что такое звезда вы конечно уже знаете возможно из курса первого класса помните возможно вы где-то смотрели какие-то мультики в которых уже это объяснялась звезда это газовый шар который излучает тепло и свет чаще всего этот газовый шар такой огненный горящий кто из вас знает какая звезда ближе всего находится к нашей планете конечно эту звезду вы все знаете очень часто видите на небе это солнце солнце большой газовый шар который излучает тепло и свет благодаря солнцу все оживает летом у нас на планете почему же другие звезды не видно днем как вы думаете ребята вот солнце мы видим а других звезд почему-то не видно представьте себе что вы ночью зажгли лампочку и она излучает свой свет горит вы все видите а потом постепенно наступает утро выходит солнце и такое становится ощущение что света от лампы практически нету замечали такое если нет обязательно попробуйте провести такой небольшой эксперимент действительно дело в том что днем солнце как бы затмевает свет от остальных звезд но стоит солнцу скрыться за горизонтом как мы с вами можем наблюдать огромное количество других светящихся газовых шаров других звезд как же изучают звезды для этого придумали специальные приборы которые называются телескопы телескоп это прибор который увеличивает видимость вообще телескопы существовали очень давно известны очень давно и они назывались зрительными трубками их направляли куда угодно но первым направил в небо в звездное небо зрительную трубку галилео галилей вы его часто называют изобретателем телескопа самый большой телескоп на территории нашего материка находится в россии называется он в т.а. большой телескоп азимутальный он действительно огромный и через него можно увидеть очень-очень далекие звезды чтобы было легче изучать звезды люди стали составлять специальные карты звездного неба но так как звезд очень много на карте стали рисовать разные квадратики то есть делить звезды на созвездия на группы созвездия это скопление звезд это звезды которые находятся относительно близко на звездном небе одно из известных созвездий которые вы легко можете найти на звездном небе это малая медведица мы о нем уже говорили в курсе первого класса похоже она на ковш кухонный ковш есть еще другие созвездия мы сегодня говорим с вами например созвездие кассиопея это созвездие напоминает букву м его можно увидеть в небе в любое время года весной и летом кассиопея перевернута кассиопея находится очень близко над линией горизонта но так как земля вращается кассиопея тоже поворачивается разными сторонами посмотреть 5 звезд которые можно соединить вот так вот дополнительными линиями в букву м следующее созвездие созвездие лебедя но она называется так потому что похоже на лебеди хвост у него отмечен звездой дни и лучше всего это созвездие видно летом зимой можно увидеть только его часть посмотрите действительно похоже на лебеди и вот она самая яркая звезда дни и еще одно очень красивое созвездие это орион орион похож на охотника действительно есть такой миф об орионе охотники лучше всего это созвездие видно осенью и зимой самые яркие звезды это бетельгейзе и ригель они считаются очень очень большими одними из самых ярких на звездном небе бетельгейзе находится в правом плече ориона а ригель находится в левой пятке посмотрите вот они две самые яркие звезды посмотрите еще раз внимательно на созвездие ориона она действительно похоже на человека видите вот это тело правая рука а в левой руке у него лук со стрелами есть такая легенда про ориона как-то он расхвастался что он лучший охотник на свете лучше всех даже лучше богини артемиды это услышала гера она разозлилась но как можно дал богиню обижать и она подослала к ориону скорпиона чтобы его спасти зевс отправил ориона на небо звездное небо и туда же отправила скорпиона и теперь вечность скорпион гонится за орионом который от него убегает вот такая легенда кстати скорпион относится к одному из 12 знаков зодиака зодиак это пояс из созвездий вдоль которых движется солнце в течение года часто вы можете услышать такой вопрос ты какого знака зодиака то есть каждая часть года относится к определенному знаку зодиака всего их 12 давайте их вместе перечислим овен баран да овен телец бык видите рога 1 рок и 2 рок близнецы рак видите два щупальца лев хвост у льва и его туловище дева весы скорпион который гонится за орионом стрелец козерог водолей рыбы всего 12 знаков зодиака ну а мы с вами подводим итог урока почему звезд не видно днем сегодня мы с вами обсудили также поговорили о том как же люди изучают звездное небо какие созвездия некоторые созвездия мы можем увидеть на небе если вас заинтересовала тема созвездий их очень очень много этих созвездий вы можете изучить уже самостоятельно ну а мы на этом прощаемся спасибо ребята вам за внимание и до встречи на следующем уроке пока пока